сегодня показали видео передачи ему взятки слугу народа обвиняют в получении взятки задержан в пятницу по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей это для сравнения бюджет целого белгорода на 2016 год слушай а ты где войник делал короче через больничку решал вот потом через поезд через плакс через наряд ну короче где-то год плюс-минус и все войне готов считай ланчо я пойду домой я просто дома еще не буду да да конечно можете номерок дать не 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 ну ладно давай счастливо доктор спасибо большое что сделали эту справку без нее мне так бы наверное в бассейн и не пускали бы да бросьте как же тут не помочь мы же сами соседи это ваша ну не надо было зачем вы это принесли надо все берите берите давайте ну как не надо вы достали свой мусор в пакете у двери оставлять возьмите и выкиньте пока на работу идете здрасьте старший лейтенант спиренов пересечень 2 сплошной штраф 5000 рублей точно может сначала подумайте а визитки я сын замминистра давайте основном прав лишил да так будет лучше ну конечно это будет хорошим примером и усилит и без того крепкую веру людей в неподкупность власти ну этот год был определенно трудный для нашей компании мы не смогли получить тот самый тендер также как и мы не получили место в садике ну что ты мой маленький а ну что с тобой все хорошо сто восьмые в очереди поэтому премии мы распределяем по старинке наталья сергеевна получает премию получает амиран варвич получает премию получает дарья николаевна получает премию увы дарь николаевна не в этом году привет это навальный не удивляйтесь у меня сейчас много свободного времени и поэтому я позволил себе сделать завивку сегодня у нас вновь интересное расследование давайте посмотрим на дачу всем нам знакомого министра и что мы видим небольшой дом маленький сарай скромный участок на первый взгляд все вроде бы обычно но если присмотреться помидоры не подвязаны в баке вода покрылась тиной а на грядке с викторией медведка чувствует себя как дома объясните как этот человек может управлять страной если он со своим хозяйством управиться не может в россии с этим надо бороться строительство футбольного стадиона завершилась раньше времени подробнее в репортаже строительство стадиона мы закончили вовремя даже раньше срока выделяли 10 миллиардов а мы все сделали за 3 ну как обычно оставшиеся средства было поручено распределить поровну между всем населением российской федерации блин опять деньги раздаю я еще те которые с космодром получил не потратил налоги бы хотя бы повысили что ли я не знаю зачем они нам то деньги дают я не понимаю оставили по себе они ж знают как ими распоряжаться куда вот эти айпады все девать я не знаю в пинг-пинг что ли я не знаю может дженгу построим по одной вытаскивать будем там довязать роллы чуть